ПАО «Промсвязьбанк» Итак, друзья, я вас приветствую на телеканале «Оригус». Это игры районов «Великолепная пятерка». Вторая игра второго же раунда, в которой встречаются две команды Нижней Саэтуйской средней школы и Иволгинской средней школы номер один. Обеим командам давайте поаплодируем, поприветствуем. Зарядим на хорошую, хорошую игру. Команды по результатам первого раунда успешно прошли во второй. Саентуй набрал 63 балла, Иволга 56. Всего лишь какие-то 7 баллов их разделило. Ну, а сегодня они постараются прибавить к имеющимся еще максимальное количество баллов для того, чтобы по рейтингу выйти в финал. Большой это будет финал, малый финал. Все будет зависеть только от их способностей, от их удачи. Перед тем, как начать игру, я хотел бы вас попросить поприветствовать руководителей команды Надежды Александровна Четверякова и Елены Николаевны Александровне. Приветствуем, друзья. Вы потрясающих преподавателей. Ну и начинаем. Капитанский фильтр. Это когда команда накидывает своему капитана версии, а он уже отбирает правильные и откидывает неправильные для того, чтобы первые очки принести в этой игре. Приглашаю на эту сцену Ангелину Дульскую, представителя Нижней Саентуйской средней общеобразовательной школы. Ну что, Ангелина, какие у вас были разговоры после первой игры? Довольны ли собой? Какие-то изменения, может быть, произошли? Мы тоже пытались отгадывать. У нас многое совпадало. Неплохо. Как вам выступления предыдущих соперников? Ну, удивили даже. Достойные. Очень достойные соперники. Ну что, пришло время и вам. Вы, получается, по рейтингу были вторыми. Надо догонять. Надо догонять ушедших вперед команду Мухаршибири. Посмотрим, как это у вас получится. Итак, капитанский фильтр. Я выбираю второе. Хвойные растения. Семь хвойных растений за 30 секунд. Определите, какие. Приписывайтесь. Так, ну что, друзья мои, начинаем. Хвойные растения. Мы думаем, это 8. О, подождите, надо определиться, кто же отвечает из вас. Мы думаем, это 8. Пропускаю. Можжевельник, да? Да. Правильно, дальше. 9. Не пропускаю. Листеница, да. Конечно, сказал. Листеница-то тоже хвойная же. Ты забыла, что ли, Ангелина? Листеница-то это же тоже хвойное дерево. Она просто по названию лиственная, а по сути хвойная. Капитан ошибся. Возвращайся, пожалуйста, к своей команде. Поддержите капитана. Не ругайте его. Так бывает. Так бывает. Ну что, дорогие мои представители Иволгинской школы, у вас уникальная возможность практически дать 6 правильных ответов на вопросе соперника. Если только вы хорошо знаете хвойные растения. Таня, ну давайте, кто? Пихта первая. Пихта, верно. Дальше что называется? Лист. Нет, они же уже сказали, не считаете. Можжевельник. Можжевельник, а как будто называли уже. Лист, Лист. Вы уже сказали, что уже. Кипарис. Кипарис, верно. Два балла. Дальше. 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 Типа. Нет, нет, нет. Типа. Семь. Быстрее, быстрее. Семь туя. Типа, правильно. Три балла. Еще два. Типа. Второе можно. Второе, туя. Типа. Ой, тис. Типа. Второе тис. Правильно. И еще одну. Кипарис. Типа. Кипарис. Никак, никак. Не вяз. Вяз или сиква. Типа. Кипарис. Десятый тис. Крак. Кипарис. Десятый тис. Так, кипарис. Раз. Типа. Три. Два. Сказали уже. Три. Три. Шестое вяз. Шестое вяз нет. Вязы лиственные. Лиственное дерево. Не хватило вам еще секвой. Секвойя. Пятая тоже. Итого, пихта, тис, кипарис, секвойя, туя, можжевельник, лиственница. Да. Четыре дали правильных ответа, да? Четыре-один. И это на вопросе соперника. Повезло, повезло. Ну и вы не подкачали, как говорится. Татьяна Андреева. Это же капитан Иволгинской средней общей образовательной школы номер один. А сколько в Иволгинске вообще школ? Две. Две школы? Да. Ну и какая лучше, первая или вторая? Первая, естественно. Первая, конечно. А я убираю одиннадцать. Номер одиннадцать. Грызуны. Полминуты. Определим, кто грызуны, а кто вовсе не грызуны. Полминуты. Время вышло. Десять животных. Из них семь грызуны. Номер три. Давайте определим. Поехали. Номер три. Пропускаю. Шиншилла, верно. Дальше. Номер два. Хорек. Не пропускаю. Хорек, хищник. Какой же он грызун? Давайте дальше. Капитана один разочек спасла уже. Номер четыре. Сыркат. Не пропускаю. Молодец, капитан. Что творит команда? Уже дважды. Итак, у нас пока только шиншилла, да? Что вы сказали? Дальше. Номер восемь. Сырок. Сырок. Пропускаю. Верно. Дальше. Номер один, бобер. Конечно. Пропускаю. Верно. Дальше. Ну, это же был ваш вопрос. Вы 30 секунд чем занимались? Давайте быстрее. Номер семь, андатра. Не пропускаю. А чего так? Андатра вполне себе грызун. А есть версия еще у нижнесавентуйской команды? Капибара. Капибара, верно. Итого по результатам капитанского фильтра 7-2. Переходим к теме, выбору тем на игру. Татьяна, начинайте. Сырок. Биология. История, биология. Химия. География. Химия, география. Два. Литература. Русский язык. Литература и русский. Ну что ж, темы выбраны. Начинаем первый раунд. Математический, как всегда. Друзья, итак, математический раунд. Мы благодарим Центр Олимпиадной Подготовки «Энтер». Они всегда помогают нам. На сцене Кирилл Эрмиль. Кирилл, вы готовы? Да, я готов. Вопросы по математике. Сложные, простые. Все будет зависеть от того, какой вы для себя примерите. Пожалуйста. Давайте 16. Парусник отправляется в плавание в понедельник в полдень. Плавание продолжается 100 часов. Назовите день и час его возвращения назад в порт. 100 часов. Думайте. 12. Так. 12. 12. Это что получается? 80. Это уже вторник. Итак, Кирилл, парусник отправляется в плавание в полдень, в понедельник. Через 100 часов он возвратился в порт. Какой день и сколько времени по его возвращению? Пятница, 16 часов. 16.00? 16.00. Да, 16.00. 16.00. Абсолютно верно. И пятница верно, и 16.00. Правильно. Спасибо большое, Кирилл. Максима Ренчинова мы зовем на смену Кирилла. Может присаживаться, да? Максим, вы на паруснике поедете кататься на 100 часов? Нет. У вас другая задача, конечно. Выбирайте для себя. Выбираю 18.00. Куртка дороже пиджака на 60%. На сколько процентов пиджак дешевле куртки? Такой вопрос. Порешаете? Да. Время пошло. Да. Итак, что-то получилось? Ну, пиджак дешевле на 40%. Ты думаешь, так просто все, да? Нет. Там есть математическая хитрость, конечно. Нет, неверно. 40% неправильный ответ. Давай спросим. Может, Кирилл знает. Он успел посчитать или нет? Там, в общем-то, уравнение-то не такое сложное. Есть ответ, друзья мои? Кто-то занимался тем, что считал? Или вы разговаривали? Раз, два, три. Нет. Да? 60. Не посчитали. Какая-то версия, может быть? 60. Нет. Ну, какая 60? Куртка дороже пиджака на 60%. Значит, куртка равно 1,6 пиджака. Пиджак, ровем. Куртка, деленная на целых 1,6, получается 0,625. Куртки 1 минус 0,625 – 37,5%. Правильный ответ на этот вопрос. Спасибо большое. Возвращайся. Простая, в общем-то, арифметика. Не очень сложная. Спасибо большое обоим участникам. И Кириллу, и Максиму. Мы продолжаем. Физика дальше. Итак, один из самых сложных раундов нашей игры. Раунд, посвященный физике, потому что его готовила компания N+. Наши благодарности этой компании. Иволгинский район представляет Сайлма Трофимова. Весь Иволгинский район сейчас переживает. Так Сайлма справится. С физической задачей от N+. Или вопросом, соответственно. Пожалуйста. Цифра 3. Кто построил первую ветряную электростанцию? Можно подсказку? Я даже кто вторую не знаю, кто первую построил. Можно. Четыре варианта, пожалуйста. Джеймс Блитт, Пол Лакур, Чарльз Браш, Илон Маск. Ну, выбирай. Итак, какое имя тебе больше нравится? Пусть будет Пол Лакур. Пол Лакур. Ветряная электростанция имени Пола Лакура. Никогда не слышал о том. Пол Лакур нет, неверно. Может быть... Мы можем предположить, что это Джеймс Блитт. Джеймс Блитт. Шотландский инженер-электрик первым построил ветряную электростанцию. Правильный ответ. Джеймс Блитт. Сайлма, ну что делать? Спасибо тебе. Возвращайся к своей команде. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Э-О-У-А. Так, Ангелина. Ангелина, выходите, пожалуйста, к нам. Я выберу цифру 2. Второй вопрос, пожалуйста, для Ангелины. Кто первым произвел электричество с помощью сгорания водорода? Плюс у нас вообще по энергетике как бы мастера, да? Поэтому вот такие вопросы. Ну что? Я буду самодумать. Без подсказок. Без подсказок, да. Ух ты, неожиданно. Давай. Время вышло. Долго. Долго, думала Ангелина. До чего же она додумалась? Могу предположить, может быть, Джеймс Уатт. Нет. Нет. Ну, кстати, Джеймс Уатт тоже был в списке этих людей, которые бы появились при подсказках. Но не он. Был другой ученый, который первым произвел электричество с помощью сгорания водорода. И его фамилию знает каждый, живущий в Волгинском районе. Но знают ли конкретно эти пять человек? Раз. Два. Пусть будет Тесла. Тесла. Ну, наверное, может быть, никогда Тесла этого не делал. А делал это немецко-швейцарский ученый. Ему, кстати, принадлежит термин геохимия. Он такой больше химик. Звали его. Кристиан Фридрик Шонбейн. Шонбейн. Вот такой ученый. Звало ты о существовании такого человека? Что-то знакомое. Что-то знакомое ты слышала? Ну вот, это он. Это он все натворил. Спасибо большое. Дорогая Ангелина, очень сложная, конечно, задача нам представляет Н+. Но, но, иначе бы мы не развивались. Дальше история биологии. Прямо сейчас. Я знала, что такая есть, но не знала, кто. Вопрос сложный оказался. Так, ваш учитель в физике не будет ругаться? Он уже разочарался у нас. 10-7 друзьям перед историко-биологическим раундом. А Таисия Жоптум. Таисия, пока чуть-чуть впереди, но разрыв небольшой. Увеличим? Конечно. Благодаря историческим вопросам. Я выбираю 8. Это самые почитаемые животные в Древнем Египте. Считалось, что они пришли с Сириуса оберегать людей. У них было собственное божество и даже священный город. Жук-скоробей. Подожди, какой жук-скоробей? Ты мне скажи, я засекаю время или ты подсказку хочешь? А потом скажешь жук-скоробей, если ты хочешь. Засекаем? Или подсказку? Засекаем. Жук-скоробей. Все-таки это жук-скоробей. Никакой это не жук-скоробей. А кто? Если бы это был жук-скоробей, я бы, конечно, с удовольствием сразу бы принял. Ну, нет. Животные? Жуки у нас животные, да? Или это насекомые, может? Насекомые. Нет, нет. Священное посчитаемое животное в Древнем Египте. Мы думаем, это кошка? Ну, конечно, ну, конечно, это кошки. Может, кошки-скоробей, я уж не знаю деталей точно. Спасибо большое. Анатолий Егоров, друзья мои. Ай, белок. Вопросы с картинками будут у нас для вас. Пожалуйста. Давайте цифру 6. Павиан, капуцин, шимпанзе, макака, гиббон, орангутан. Сопоставь, пожалуйста, 30 секунд. Сопоставь, гиббон. Команда соперников тоже думает. Если вдруг Анатолий где-то ошибется, будет возможность свои варианты предложить. А, пожалуйста, Анатолий, поехали. 6 шимпанзе. 6 шимпанзе. Дальше. 3 макака. 3 макака. Дальше. 1 это аргутанг. Дальше. Так. 4 гиббон. Дальше. Гиббон. 5 капуцин. Дальше. И что осталось? Не знаю. А, и 2 павиан. И 2 павиан. Итого Анатолий дал 2 правильных ответа. 2 правильных ответа. 2 балла за работу. А, что, 4 раза, 4 версии могут дать команда соперников. Давайте послушаем. 4 макака. 4 макака. Дальше. 2 капуцин. Дальше. 3 гиббон. Дальше. 5 павиан. Ну, еще 2 правильных ответа дала команда соперников. Итак, правильные ответы, друзья. Первый это орангутан. Второй гиббон. Третий капуцин. Четвертый макака. Пятый павиан. И шестой шимпанзе. 2-2 в этом раунде. Спасибо большое. Анатолий, возвращайся к своей команде. Благодарю. С обезьянами, слава богу, разобрались. Дальше никаких обезьян. Только интересный вопрос. Прошу вас. Итак, дорогие друзья. А счет-то уже в пользу команды из Ивалдинского района. И, соответственно, Татьяна Андреева вышла как капитан. Ответь на вопросы по географии. Нет. Что же тогда будет? Блиц. Будем играть в Блиц. И сколько же вы хотите на Блице набрать, если не хотите по географии 6 баллов? Ну, 6 и больше. 6 и больше. Такая у нас задачка. Ну, понятно. Давайте. Выбирай 21. 21. Есть такой? Ха-ха. Ну, ладно. Лучше была бы география, нет? Не знаю. Проверим. Таня, ровно 1 минута. Готова? Да. Время пошло. Античный ученый, создатель теории чисел. Пифагор. Верно. Название этого раздела математики имеет арабские корни. Прискай. В какой стране появилась первая женщина профессора? Россия. Правильно. Этот великий математик-инженер в древности жил в городе... Прискай. Кто? Прискай. Английский математик 16 века предложил символ равенства и деления. Дальше. Равенство или деление? Надо выбрать. Я мыслю, следовательно, я существую. Это раздел математики от гречки слов «мерить» и «земля». Геометрия. Верно. Сколько цифр используется в современной математике? Девять. Нет. Десять. Десять, да. Исходное положение, не требующее доказательств. Аксиома. Верно. Этот персидский математик описал все виды уравнений, создал теорию пропорции и отношений. Но его больше знают как великого восточного поэта. Дальше. А первый постулат, изучаемый в школе геометрии Евклида, гласит. От всякой точки до всякой точки можно... Линию. Ладно. Инструмент построения и измерения углов. Линейка. Нет, неверно. Не линейка. Франспортир называется. Пять правильных ответов. Ну, чуть-чуть не дотянуло до шести. Но пять тоже неплохо. Название раздела математика имеет арабские корни. Это алгебра. Великий математик из Сиракуз. Это Архимед. Английский математик 16 века предложил символ равенства. Я мыслю, значит, существую. Это Рене Декарт. В математике 10 цифр. И, значит, персидский математик и восточный поэт – это Амар Хаям. Все. Пять правильных ответов дала Татьяна Андреева. Некто Анна Бабуцингуева приглашается на главный стол для ответов по химии. Не будет химии, будет блиц. Будет блиц. 18. 18. Аня, ну, правила вам известны. Да. Да? Ровно одна минута. Тема горы. Поехали. Самая высокая точка Бурятии. Дальше. А горный архар – это леопард, баран или орел? Орел. Нет. В типографии, а в географии область горных лугов под лесами… Подъем в гору, ставший в 2020 году олимпийским… Дальше. …высшая точка горной вершины. Дальше. Этот автор цитата «Лучше гор могут быть только горы». Дальше. Дальше. Горная вершины спят во мгле ночной. Дальше. В переводе с языка африканского племени – это «сверкающая гора». А как без перевода называют ее весь мир? Дальше. Горы Тункинского и Акинского районов относятся к этой горной системе. Как называется система? Саяна. Да, высшая точка России – Эльбрус. Выше или ниже 6 тысяч? Верно. В какой горной системе относится высшая точка Бурятии? Саяна. В какой горной системе? Ты сказала «саяны». Примем. Ладно. Восточные саяны, но саяны – ладно, хорошо. Три правильных ответа и очень много. Дальше, 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 дальше. Чего ты там дальше хотела, я не могу понять. Самая высокая точка Бурятии – Мункос-Ардык. Горный Архар – это Баран. Область Лугов под лесами называют Альпийские Луга. Подъем в гору Олимпийские виды спорта – это Скалолазание. Высшая точка горной вершины – это Пик. Лучше горы могут быть только горы – это Высоцкий. Общее название холмов Сибири – это Сопка. Горный Лев – это Пума. Горные вершины спят во мгле ночной – это Лермонтов. Сверкающая гора – это Килиманджара. А все остальное ты ответил и правильно. Три правильных ответа. Довольны с собой? Нет. А я доволен. Молодец. Три балла. Давайте поддержим. Поддержим, Аня, дорогая. Сложноватый был раунд, друзья. Пять-три в этом раунде. Но самое главное, что баллы набраны. И каждый балл приближает команду к выходу в финал. Это важно. Продолжаем. Итак, русский и литература в этом раунде, друзья. Начинаем с командой из Нижнего Сан-Туэн. Мария Бутакова представляет… Литературу. Литературный клуб. Пожалуйста, Мария. Давайте шесть. Как звали учителя математики в пьесе Фанвизина «Недоросль»? Ну, хотя бы фамилию. Наша. Читали? Читала. Подумайте. Или вам, может, вариантики накидать? Подсказку. Цифиркин. Численко. Минус. Задача. Я думаю, что это Цифиркин. Цифиркин. Пафнутич. Отставной солдат. А кого он там учил? Ну, кто там в «Недоросли»-то? Матрофанушка. Да-да-да, Цифиркин-Цифиркин. Конечно, конечно, Мария. Абсолютно верно. Все правильно. Все, расслабься, ты молодец. Чего-то переволновалось. Хорошо. Светлана Матаварова. Светлана и русский язык – это, в общем, что-то одно. Потому что так, как Светлана в русском разбирается, мало кто. Цифра 10. Укажите слово, лексическое значение которого – денежное возмещение за что-либо. Бартер, уплата, обмен, услуга. Света? Да. Сама. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Время вышло. Время вышло. Слово, лексическое изучение которого – денежное возмещение за что-либо. Я предположу, что это номер два – уплата. Уплата. Тебе что-то дали, а ты уплатила за это денежками. Такая мысль, такая логика. Не знаю. Да правильно, конечно. Уплата – это денежное возмещение за что-либо. Ну что, прекрасно. Но копилочка обеих команд прибавилась верными ответами. Значит, мы можем продолжать наше путешествие. Предполагала, что что-то будет с цифрами. Но что именно, я не помню. Поэтому я взяла подсказку. А давно читали произведение? Года два назад. Да. Я даже забыла имя главного героя. Все. Но я помню, что что-то с цифрой связанное. Партнеры программы «Великолепная пятерка» – Министерство образования и науки Республики Бурятия, Агентство международного образования «Синосфера», Иркутский государственный университет, Бурятская государственная сельскохозяйственная академия, Компьютерная академия ТОП, Центр олимпиадной подготовки «Энтер». Телектарина проходит при поддержке ПАО «Промсвязьбанк». Партнер программы – компания «Эн-Плюс» Приглашает школьников с 8 по 11 класс в бесплатный проект «Энергошкола». Это мультиформатный проект от выездных мастер-классов до онлайн-занятий. Присоединяйтесь прямо сейчас, отсканировав QR-код у вас на экране. Министерство образования и науки Республики Бурятия поддерживает наш проект очень давно. Мы надеемся, что так и будет впредь. Прямо сейчас раунд «Бурятская культура», который проходит при поддержке министерства. Начинает его команда Иволгинского района, Иволгинской школы. Прошу, друзья, выбирайте. 17. Международный фестиваль «Алтаргана» берет свое начало с праздника бурятского песенного искусства. Впервые он проходил в 1994 году. Где? Где? Премия. Тихо, тревожное. Тихо, тревожное. Время вышло. Итак, первый фестиваль. 1994 год. Где он проходил? Мы думаем в Оланды. Если бы все было так просто, конечно. Нет, не в Олан-Удэ. А если не в Олан-Удэ, то... Мы можем предположить, что в Чите. Ой, не в Чите. Международный фестиваль Алтаргана обычно проходит или в Олан-Удэ, в Чите иногда проходит, в Агинском округе. Но первый, как и вот фестиваль, который прошел в этом году, проходит в Монголии. Правильный ответ – Монголия. Ну, там разные города. Не обязательно это Улан-Удан-Батор. Первый был в Монголии. Итак, продолжаем раунд «Бурятская культура». Анна Бабуценгуева приглашается вновь. Болеет, переживает за вас отрадно. Что вы выбираете? Выбираю восьмой вопрос. Считалось, что каждое животное из календарного 12-летнего цикла покровительствует определенным частям юрты и определяет последовательность их размещения. Тигр – символ силы и мужества, оберегал кровать хозяев. Заяц – символ пугливости, указывает на местонахождение детей в изножье кровати родителей. Под знаком дракона – властитель небесной сферы. Здесь размещаются сосуды с водой и дрова для огня очага. А что в юрте находилось под знаком свиньи – символа достатка? Можно подсказку? Нет подсказок в этом раунде, к сожалению. Нужно подумать и решить. Символ достатка и, собственно, знак свиньи. Что в юрте? Представь себе юрту, как она выглядит. Если символ достатка – это свинья, то, пожалуйста, подумай, что под его знаком находится. Итак, Анна, бывала ты когда-нибудь в юрте? Да. Ну тогда, мне кажется, ты имеешь представление, что вообще в юрте находится. И что находится под знаком свиньи – символ достатка. Да, пожалуйста. Кухонный стол. А кухонный стол. А есть вообще в юрте кухонный стол? Может, стол, за которым принимаю трапезу, едят. Это не стол. Друзья мои, а есть ли у вас другая версия? Потому что как будто стол мне недостаточно. Раз, два, три. Любая версия. Зона кухни. Ну что такое зона кухни? Ну, кухня. Очаг. Давайте, вот выберите, кухня или очаг. Очаг. Домашний очаг под знаком свиньи, как символ достатка. Конечно. Домашний очаг. Увы, Анна, это было неправильно. Очаг мы принимаем за правильный ответ. Все, друзья, бурятская культура и этот раунд сыграны. Дальше у нас будет интересно, поговорим о финансах. Продолжаем, друзья. Этот раунд проходит при поддержке ПАО «Промсвязьбанк». Финансовая тема, финансовые вопросы. Гелина Дульская, Капитан. Как вы ощущаете, как игра идет? Ну, что-то мы отстаем, как будто бы. Немножко как будто пробуксовки какие-то. Да, есть такое. Немножко не разогнались. Ну, вы, как капитан, мне кажется, Ангелина, должны вот этот старт команде дать. Я постараюсь. Пока минус 8. Давайте за этот, за один раунд, за правильный ответ можно 7 баллов получить. Тем более, если вы ответите досрочно, да? Пробуем. Давайте цифру 4. Какое из следующих типов страхования защищает вас от потери доходов при болезни и травме? Добровольное медицинское страхование. Страхование жизни и здоровья. Страхование от потери трудоспособности. Полминуты. Я думаю, что это ответ Б. Второе. Страхование жизни и здоровья. Страхование жизни и здоровья, оно не защищает тебя от потери дохода. Страхование жизни и здоровья тебе просто восстанавливает страховку. Если в случае, если ты поранилась. Нет. Наш вариант С. Страхование от потери трудоспособности. Ну, как будто простой вопрос, мне казалось. Потеря дохода и трудоспособность можно было совместить. Абсолютно правильно. Вариант С является правильным на этот вопрос. Увы, Ангелина, прошу тебя освободить место для Сейлмы Трофимовой. Ну, что ж, Сейлман, поговорим о деньгах. Пятнадцать. Какой из следующих типов кредитов, как правило, имеет наименьшую процентную ставку? Кредитные карты, ипотечный кредит, автокредит. Надо думать. Кредитные карты, ипотечный кредит. Время истекло. Время истекло. Итак, самые маленькие проценты по кредиту. Пусть будет кредитные карты номер А. Ты считаешь на кредитные карты? Да. Процентные ставки на кредитные карты. Они, по-моему, вообще самые большие. А самые маленькие где? Мы считаем, что С. Автокредит вы считаете? Да. А ипотека? На ипотеку мы берем самые большие кредиты на самый долгий срок. Квартиры дорого стоят, дома там и так далее. Ипотечный кредит. Там наименьшая процентная ставка. Ипотечный кредит. Увы, ах. Как оказалось, простой вопрос. Не удалось на него ответить. Спасибо, Сейлма, большое. Друзья, еще раз. Еще раз благодарим Пау Промсвязь Банк. Продолжаем игру. Что думаете по поводу счета? Ну, чуть расстраивает, конечно. Но мы постараемся догнать. У нас еще есть много раундов. Будем догонять. Итак, друзья, следующий раунд, который называется «Черный ящик». В «Черном ящике» находятся некие предметы, которые нужно угадать нашим командам. Первым будут угадывать наши друзья из Вологинского района. Выбирайте, пожалуйста, ваш номер. Номер семь. Номер семь. Вот отрывок из стихотворения, посвященного тому, что в ящике. Кому и что ты принесешь? Любовь, разлуку, правду, ложь. Нет, ждет тебя удел иной. Однажды карандаш цветной пройдется по всему листу, его заполнив пустоту. И синим будет небосфод, и красным будет пароход, и черным будет в небе дым, и солнце будет золотым. Что же в ящике? Нет, карандаш. Время вышло. Итак, господа, мои дорогие друзья. Как положим, что это альбом? Альбом. Альбом. Ну, как будто мы загадали просто лист бумаги, но альбом, в общем-то, тоже подходит. Правильный ответ, друзья. Спасибо. Спасибо. Мне кажется, альбом даже интереснее, чем просто лист бумаги. Играем с командой из Нижней Сан-Туйской средней школы. Ребята, ваш вопрос, пожалуйста. Мы выбираем пятый номер. Номер пять. В ящике один из немногих овощей, которые мы едим неспелыми, и единственное, у кого это закреплено в названии. Ведь в переводе с греческого оно и означает «недозревший плод». Что же находится в ящике? В ящике «недозревший плод» Итак, вопрос такой, каверзный. Итак, в ящике овощ, которые мы едим неспелыми, всегда, практически. И единственное, у кого это в названии закреплено, потому что в переводе означает название этого овоща «недозревший плод». Что? В ящике. Мы думаем, что это кабачок. Кабачок. Да. Кабачок. А что-то мы кабачок «недозревым» едим вдруг. Кабачок «недозревший плод» не греческое как будто слово, да? Я не знаю. Нет, не кабачок. Огурец. А огурец. А почему огурец? Потому что. А потому что все неспелое. Зеленое. Огурец. Правильный ответ на этот вопрос. Прекрасно. Прекрасно, друзья. Ну что, после черного ящика мы можем переходить к следующему раунду. Вопросы о Байкале. Оказалось слишком просто, поэтому я сказала альбом. Итак, друзья, Иркутский государственный университет. Партнер этого раунда. Раунд о Байкале. Байкаловедение. Так мы его называем. Таисия из Нижней Светуицкой школы будет отвечать на вопросы о Байкале. Будет? Да. Будет, конечно. Правильно будет? Желательно. Желательно правильно. Я тоже так считаю. Так, ну что, у нас осталось несколько интереснейших вопросов. Я выбираю 15. На берегу Байкала находятся 4 города. По-2 в Бурятии и Иркутской области. Самый большой по населению – Севербайкальск. Назовите самый маленький. Ага. Слюдянка? Есть поменьше городочек. Слюдянка – город, да? Да. Чтобы я знал, город, да? Нет, не Слюдянка. Слюдянка – такой довольно увесистый городишко. Давай поспросим-ка. Байкальск? А, нет. Вот не доезжая Байкальска со стороны Бурятии, есть один маленький городишко. А, этот? Ну-ка. Ааа. Ну. На ту же букву, что и Байкальск. Баба-баба-баба-баба. Даже вторая буква такая же. Баба-баба. Бабушки. Бабушки. Даже, в общем-то, и на город-то не похож, но носит название города. Бабушкин, правильный ответ. Увы, Таисия, возвращайся к своей команде. Ничего. Ничего. Бабушкин, была ты в городе бабушкин? Нет. Не была? Очень красиво. Небоскребы. В общем, фонтаны. Да, круто. Диснейленд почти что. Так, что там? Одиннадцать. Колумб открыл Америку в конце 15 века. Первые русские достигли Байкала только в середине 17 века. Как звали руководителя этого отряда первопроходцев? Надо назвать имя руководителя первого отряда, который достиг Байкала. Можно. Курбат Иванов, Семен Ремезов, Ермак Тимофеевич, Иван Пахабов, Гаврила Ловцов. Думайте. Как звали человека, который первый достиг Байкала? Досрочный, досрочный ответ. Итак, вышел первый. Предположим, что Иван Пахабов. Иван Пахабов. Нет. Пахабов – это иркутский какой-то персонаж. Основал иркутский острог, да? Вот, вот чем он известен. Другой был персонаж. Ермак Тимофеевич? Ермак Тимофеевич чуть раньше, кажется, до Байкала не дошел. Этот отряд вышел на берег напротив острова Ольхон и первым вступил на Ольхон и увидел Байкал, и потом рассказал о нем. Тобольский казак, которого звали Курбат Иванов. Вот. Этому человеку мы обязаны многим, в том числе тем, что по всей России узнали о том, что мы живем на берегу самого прекрасного озера на Земле. Спасибо большое, друзья. Изучаем байкаловедение вместе с Иркутским государственным университетом. Продолжаем игру. Агентство международного образования «Синосфера» подготовило для нас много интересного о Китае. Китайский раунд прямо сейчас. Начинаем силами команды из Ивалдинска. Друзья мои, еще буквально пара раундов, поэтому относиться к ним надо серьезно. Баллы нужны. 19. Какое место по территории занимает Китай среди всех стран мира? Подсказки нужны? Нет. За одну секунду. Китай занимает третье место. Третье место. После? После Канады, Россия и Канады. Россия, Канада и третья Китай. Да. Верно. Верно. Третье место. Молодцы. Отлично, друзья. Третье место. Вопрос оказался несложным. Сейчас проверим знания Кирилла Эрмиль относительно Китая, культуры и языка. Дорогой Кирилл, пожалуйста, выбирайте. Пусть будет 16. В мифологии китайцев священными считаются четыре животных, покровительствующих сторонам света и временам года. Это дракон, птица, феникс, тигр. Назовите четвертую. Видишь, тебе даже подсказка в вопросе. Четвертую. Сам? Да. Птица, дракон, феникс, тигр. Прекрасная птица. Дорогая птица, феникс, тигр. Пам-пам-пам-пам-пам. Четвертую. Красная птица. Время вышло, Кирилл. На обдумывание потратил все 30 секунд. Выбрал ли он какое-то четвертое животное после тигра, птицы, феникс и дракона? Может быть, это красная панда. Красная панда. Четвертое животное, которое покровительствует сторонам света и временам года. Любят, наверное, в Китае панд, но вот священным это животное не является. Панда неправильно. Мы думаем, это черепаха. Конечно, черепаха. Абсолютно верно. Символ мудрости, черепаха. И одной из сторон света и времени года. Черепаха, Кирилл. В очередной раз вопрос соперника взят. Конечно, команда из Ивалдинска разошлась в этой игре. У нас, друзья, финальный раунд, после которого мы сможем объявить финальный счет и понять, прошли ли команды дальше и остановились на стадии второго раунда. Откуда знали, что ты черепаха? Я перед самым этим игрой что-то в интернете смотрела и нашла ответ. Просто случайно это попалось даже. Итак, друзья, финальный раунд, в котором на три темы будет девять вопросов. Каждый вопрос стоит 3, 2 и 1 балл. Играем на скорость. Кто первой кнопочку нажал, тот и имеет право отвечать. Итак, три темы на игру, на раунд. Три темы на раунд. Волки, воздух и снежная королева. Начинает та команда, которая пока отстает. Это команда из Нижнего Саентуя. Выбирайте первыми, пожалуйста. Воздух 2. Воздух 2. Скажите воздух на латыни. Первый синий. Аэро. Аэро, верно. Продолжайте. Снежная королева 2. Какое слово из льдинок выкладывал Кай во дворце Снежной королевы? Время. Синий. Герда. Нет. Красный. Любовь. Нет. Не любовь. Это слово вечность. Продолжайте. Снежная королева 1. Кто написал эту сказку? Синий. Андерсон. Да, верно, Андерсон. Дальше. Воздух 1. Самый распространенный в воздухе газ. Кислород. Какой? Кислород. Я не услышал, какой? Азот. Азот, верно. Дальше, продолжайте. Волки 2. Волк в первую очередь охотится на ослабевших и больных животных, поэтому его называют... Синий. Санитар леса. Санитар леса, верно. Дальше. Воздух 3. Воздух 3. Как называют самый нижний слой атмосферы? Время. Синий. Синий. Это литосфера. Нет. Литосфера? Литосфера. Как? Литосфера. Нет, неверно. Самый нижний слой атмосферы. Как называется? Литосфера тоже. Не стратосфера? Нет, не стратосфера, конечно. Самый нижний слой называется тропосфера. Тропосфера. Продолжайте. Волки 1. Имя самого известного волка в рассказах о Маугле. Красные. Раз, два, три. Волк. Не знаете дальше. Синий. Акира? Надо нажать. Акира. Акира. Акелла. А не Акира. Что осталось? Снежная королева 3. Дворец королевы находился на севере Лапландии. Какому государству ее часть принадлежит сейчас? Лапландия-то где? Красные? Дания. Нет, неверно. Может, Норвегия? Норвегия? Норвегия, конечно. Норвегия. И волки 3. Кроме Антарктиды, волки водились на всех материках. Но один вид волков был окончательно истреблен. Какой вид истреблен? Красные? Какой? Сумчатый. Сумчатый волк из Австралии. Абсолютно правильно. Браво. Так. Ну что, друзья, подводим итоги этой игры. В этой игре победу одерживает команда из Иволгинского района. Давайте поаплодируем им. Команда занимает вторую строчку и претендует на выход в большой финал. Команда из Нижнего Саентуя пока третья и претендует на выход в малый финал. Пройдут ли обе команды в финалы, мы не знаем. Узнаем об этом ровно через неделю, когда состоится третья игра второго раунда. На этом все, друзья. Я Валерий Скосырский. Всем пока. Ну, я думала, что мы сейчас-таки что-то отстали в этот раз. Могли лучше, наверное, но что-то сегодня, может, погода не такая. Ну, мне показалось, что задания стали на уровень выше. Но как-то это не расстраивает. Мы все-таки имеем право на третье место. Мы не собираемся сдаваться. Очень довольны. Это было волнительно. Но мы рады, что прошли. Второй тур. Это не первый, извините, где начинаешь. Вопросы были сложнее, чем вчера, по-моему. Гораздо сложнее. Одноклассники поддерживали вас в утро. Да. Вот наши болельщики. О-о-о. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»